Ну, картина здесь, на самом деле, именно здесь. Маленько об Егоре. 8 тысяч 120 рублей. В обслуживание входит продувка системы, замена фильтров и диагностика, корректировка некоторых параметров, если требуется. 800 тысяч 400? Дорого. Устанавливать газ, получать на него разрешение. 4 тысячи 150 рублей. Времени заняло две недели. Да, буквально через неделю я поехал и перевел на газ. Друзья, всем привет! 7 декабря на дворе и пришло время записать вторую серию про газобаллонное оборудование. Для тех, кто забыл, напоминаю, ко мне обратилась одна крупная компания, которая предложила провести эксперимент на собственной, так сказать, шкуре. Я для этих целей купил автомобиль 2013 года Toyota Camry с двигателем 3.5 и поставил у него газобаллонное оборудование. Для чего мы это делаем? Да для того, чтобы понять, что такое газ. Ведь сколько ходит мифов. Одни говорят, что газ это круто, это будущее. Другие говорят, что газ это бомба в багажнике. Газ это воняет. Третьи говорят, что газ сегодня не выгоден. Да и много чего говорят. Вот наша задача разобраться обо всем этом в каждой серии. И вот, читая комментарии к первому выпуску, ссылка на который остается в описании, я заметил, что многих интересует, ну, конечно же, деньги. Сколько стоит содержание, а сколько стоит техническое обслуживание на газ. А выгодно, невыгодно, разница с бензином. По вторую очередь, многие задаются вопросом безопасности. До сих пор люди, многие думают, что газ это бомба в багажнике. И на самом деле, можно понять таких людей, кто газом никогда не интересовался. И в третью очередь, многие интересуются технической частью автомобиля. А что будет с клапанами, а что будет с самим мотором во время использования. Обо всем этом мы будем разбираться. Но сегодня речь пойдет больше про экономию и про цены на газ. Вы не любите, когда я размазываю кашу по тарелке, поэтому давайте переходить сразу к делу. Смотрите, в первой серии я прокинул такую фразу о том, что газ будет падать в цене. И на самом деле, это были не мои слова, а моих партнеров, которые говорят, скажи обязательно, что газ сейчас начнет падать в цене. Я испугался, на самом деле, даже это говорить, почему. Но в нашей стране разве на что-то может падать цена? Обычно цены только растут. Прошло примерно полтора, ну максимум сейчас два месяца, и ценник начал падать. Сейчас вы видите цены с автозаправочных станций со всей России. Отмечу от себя, что на момент установки газа в Москве средняя цена, скажем так, была на газ 27 рублей плюс. В некоторых местах, естественно, это было 28, и это считалось дорого, но в среднем 27 рублей была цена. Сейчас ценник действительно начал падать. Я это сам лично запрещаю, как в Москве, так и в области. Если мы сейчас с вами сядем за компьютер и просто забьем простые слова заправка газ Голдеру, это тот метод, как можно узнать, по какой цене вообще газ закупается, то мы увидим приятные для нас цифры. Как правило, на один литр плюсует плюс 3-4 рубля. А это говорит о том, что ценник должен быть за газ 25 рублей. И в некоторых заправках он уже такой и есть. И было бы необъективно сказать о том, что вау, как классно, смотрите, на рубль упала цена, я начал так много экономить, потому что не начал я так много экономить, когда всего лишь рубль. Почему? Ну, куплю я 500 литров пропана, при этом сэкономлю всего лишь 500 рублей. Но здесь нужно учитывать следующее, что цены на бензин, друзья мои, начали расти. И почему я это говорю с улыбкой, я не знаю, но тем не менее, смотрите, ценник реально пошел в гору. И вы прекрасно понимаете, что в 2019 году он также начнет расти. Вот на сегодняшний день разница между литром 95-го и литром пропана составляет 20 рублей примерно. В следующем году эта разница будет увеличиваться. Таким образом, я лично и все те, кто катаются на газу, мы будем экономить. Если говорить о том, что вот сейчас ценник упал на рубль, на бензин упал, вырос там на рубль, да, понимаете, вот 2 рубля разница будет, прирост там, 3 рубля, 4, для нас это плюс. Некоторые говорят, а что какой-то газ-то купил себе мотор 3,5, такая машина как бы хорошая, да, сам выбрал дорогой мотор, ну, условно, который много жрет, и при этом что-то на газ переходишь. Друзья, вспомним цитату Баффета. Но мне больше нравится наша цитата русская, ведь курочка по зернышку клюет. И таким образом, по чуть-чуть, помаленьку мы начинаем экономить. Друзья, мы с вами перемещаемся в 23 ноября. Я нахожусь в той самой Академии ГБО, которая мне ставила газобаллонное оборудование. Приехал я сюда с простой целью сделать диагностику и посмотреть, как работает мое оборудование. Вадим Борисович в деле, делает диагностику. Вадим Борисович, напишите картину. Ну, картина здесь на самом деле шикарная. То есть, если вам что-нибудь говорит, моментальная коррекция у нас в нулях практически. То есть, это абсолютно нормально. Накопленная коррекция по одному банку 0, по другому 4,7, что в пределах допуска. Лямбда у нас единичка. То есть, фактически, двигатель работает в комфортном для себя режиме. Здесь вопросов никаких нет. Все работает в комфортном режиме, а это значит, мои наблюдения продолжаются. Пользуясь случаем, будучи в Люберцах, заехал на ту самую заправку, где я заправлялся первый раз. Обратите внимание, 25,99. Цена упала на 50 копеек. Я вам больше скажу. Это еще дорого, потому что на точно такой же заправке, на трассе М4, я заправляюсь по цене 25 рублей 29 копеек. Вот вам, пожалуйста, картина, нефтемагистраль. Машинка моя заправляется. И ценник здесь 25,29. Ранее здесь цена была в районе 25,80. Это было прям низко. Сейчас еще не достал. С момента последней заправки я проехал 265 километров. По моим подсчетам в бак должно было зайти до полного примерно 37 литров. Но здесь зашел 41 литр. У меня есть реально подозрение, что на этой заправке, вот именно здесь, маленько объегорю. Потому что ко мне в бак вообще изначально должно сходить максимум 43 литра. А мне сюда раз за что 47. При этом здесь самая низкая цена. То есть есть подозрение, знаешь, что некоторые точечки. Ценник низкий, но по ушам тебе. Все по-честному. Как есть, так и вижу. Подозрение, подчеркиваю. Подозрение. Поэтому те, кто писал о том, что цены на газ не упадут, что вы скажете на это? Была даже девушка, которая предлагала поспорить на 500 тысяч, что если вдруг цена упадет, где-то, где-то. Могли ведь поспорить, могла проиграть. Тем не менее, выводы делайте сами. Кто-то скажет, что это скачок. Ну, факт налицо. Маленечко, но падает. И пришло время экспресс-математики. Обратите внимание, я всегда скидываю счетчик, чтобы посмотреть, сколько мы проехали. Заправились до полного, сбрасываем. Вот 265 километров. Из них 100 километров трасса. И 165 километров это город Москва с его пробками. Я сейчас заправился до полного. То есть мне зашло 42 литра практически. Что мы делаем? 42 делим на 2,7 даже десятых. Округляю. Получается 15,5 средний расход пропана. Умножаем на его цену. 26 рублей. Округляю в большую сторону. 404 рубля за 100 километров. Записывайте. Дальше. На бензине я бы проехал примерно с расходом 13,5 литров на 100 километров. Умножаем на 45 рублей. Округляю в меньшую сторону. 607 рублей. Минус 404 рубля. 203 рубля я сэкономил со 100 километров. За этот месяц я проехал на автомобиле практически 4000 километров. 4000 это 40 раз по 100. 40 умножаем на 203. 8120 рублей. Я ожидал прирост примерно 5-6 тысяч рублей. 8120 рублей. Для нас с вами компания Italgas подготовила вот этот замечательный график. На котором мы видим, как колеблется именно выгода от использования пропана и метана. По сравнению, подчеркиваю, с 92-м бензином. Выгода будет расти. Будет рост цен на бензин. И при этом будет снижаться цена на пропан. Ориентируемся мы на то, что цена снизится в 2019 году до 20-22 рублей за литр. Italgas ожидает реальные очереди на установку газобаллонного оборудования. А вот газ он может вырасти на рубль на 2, потом упасть на 2-3 рубля. То есть колебания присутствуют. Но в любом случае вот эта разница, она остается. Никогда не будет того, что, например, стоит 95-45 рублей. И газ вдруг стал стоить 45 рублей. Если это произойдет, ну вы сами прекрасно понимаете, в один день вот так вот бах, и газ вообще никому будет не нужен. Важно понимать, что во многих крупных городах уже стараются перевести общественный транспорт на газ. По причине того, что в первую очередь это экономически выгодно, раз. И во вторую очередь это экологически выгодно, два. Вы знаете о том, что газ вообще сам по себе не имеет запаха. Вот в него специально добавлять эту примию, чтобы мы могли почувствовать с вами утечку. Когда вы сидите дома, раз, газом запахло. Это примия специальная. Если бы ее не было, вы могли бы сидеть вот так вот, знаешь, ничем не пахнет, а потом бах, и упал. Откуда я это знаю? Из сериала, друзья. Поэтому думать о том, что газ это невыгодно, кричать и утверждать о том, что вот раньше газ был по 10 рублей, друзья. Но раньше и бензин был по 30 рублей. Все было раньше лучше, раньше и зарплаты были как бы побольше. Все равно мы жаловались. Вновь мы с вами переносимся в какой-то сервис, куда я приехал. Мои партнеры посоветовали мне это место, потому что здесь есть возможность пообщаться с реальными клиентами, которые катаются на газу. И прямо сейчас я вас познакомлю с таким человеком, как Эльдар Бакевич. Здравствуйте. Очень приятно. Друзья, смотрите, человек оказался на сервисе, пообщаться с которым есть возможность и задать прямые вопросы. Эльдар Бакевич, обращаю внимание, что кореец у вас есть. Какого года машинка? 13-й год. Пробег сейчас который на машине? 115 тысяч. Эльдар Бакевич, расскажите, пожалуйста, когда поставили газ на машину? Ну, где-то в 13-м году. Почему решили перейти тогда еще на газ? Ну, в принципе, это у меня вторая машина на газу, поэтому я уже об этом знал газы. А первую машину когда поставили на газ? Ну, это 2000, может, восьмой год, где-то там девятый год. То есть, смею предположить, что поговорка из комментариев, попробовав раз газ, будешь ездить на газу и в дальнейшем рабочая. Это точно, точно. Просто это очень выгодно, поэтому, конечно. А вот расскажите немного о ценах. Очень выгодно. Смотрите, сколько вы в год проезжаете на машине? В год я где-то 1020 проезжаю. Вот 1020, на самом деле, это не такая большая сумма. Я вот, например, в месяц проезжаю 4-5 тысяч, а вы в год проезжаете. Тем не менее, все равно экономите, правильно? Ну, конечно, экономлю. Помните, в 13-м году сколько оборудования обошлось установочное? В то время, ну, не знаю, около 30, наверное, тысяч. А так сами не считали, не калькулировали, сколько примерно ушло времени на окупаемость этого оборудования? В принципе, я в то время считал, за сколько время я окуплю это оборудование. У меня получалось где-то 1020, я проезжаю, 1020-25 я должен окупить. 20-25 тысяч. Смотрите, помимо технического обслуживания на автомобиль, также нужно делать техническое обслуживание на газ. Вот вы сейчас приехали. Какие излишки? Сколько нужно денежек потратить? Сколько это вообще стоит? Ну, это немного. В принципе, сейчас где-то 1400, может, где-то от этих пределов. 1400? 1400. Ну, до этого было вообще, у нас там вначале 800 было, потом я уже платил 1000. Ну, где-то вот, а сейчас, наверное, где-то вот так. Друзья, я вам врать не буду, то есть я в газе новый человек. Вот 800-1400, кто там кричит о том, что газ, а вы еще посчитайте обслуживание. Вот вам, пожалуйста, штатная ситуация. 800-1400? Какие огромные суммы! А скажите, пожалуйста, вот смотрите, 105 тысяч километров. Какие-то проблемы были с газом? Вот по-честному только вот расскажите. Несмотря на то, что на камеру снимаем, с чем сталкивались? Нет, сталкивались. Вначале было там, ну, это типа вот не могли найти, где-то утечка газа была. Пахло? Да, пахло. Я несколько раз приезжал сюда, заменили потом шланг, который поставили, хороший шланг, и все пропало. Сколько денег за это взяли? Нисколько. Это входит в стоимость. И так как я провожу техническое обслуживание, мне все это делаются бесплатно. Планы какие у вас на машину продавать не собираетесь? В принципе, бы надо, конечно, от 13-го года, но от финансов зависит как. Время сейчас нелегкое, скажем так. Да, сейчас нелегкое, конечно. А у вас баллон стоит на сколько литров? На 50. На 50. То есть вы примерно проезжаете, километров, наверное, 400, да? Нет, больше, 500 где-то и плюс. 500 даже проезжаете. Но у вас здесь расход небольшой, сколько у вас примерно расход на проблане? Ну, расход все равно в городском режиме это будет 10 литров в любом случае. Ну, это не так много, потому что у меня камбе 3,5, у меня расход 14-15 литров в городском стиле. А у вас движочек-то небольшой, поэтому у вас и поменьше. Где-то так. Пользуясь случаем, мне даже просто стало интересно, что входит в техническое обслуживание, которое стоит 1350 рублей, как выяснилось. У нас есть возможность. Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас будешь делать обслуживание, что в него войдет, чем ты будешь заниматься? Ну, в обслуживание входит продувка системы, замена фильтров и диагностика, корректировка некоторых параметров, если требуется. Все. То есть вы подключаете компьютер, смотрите, что в каком состоянии работать, справа. Да. Бывают ли ситуации, то, что люди приезжают, и, например, вот это у нас получается четвертое, если не ошибаюсь, я уже уточнил человека, что что-то не так работает или, как правило, все хорошо? Ну, со временем бывает, конечно, но все железки имеют свой ресурс. По времени, по сроку эксплуатации, по качеству от качества газа много чего зависит. Я понял. Пока идет обслуживание, вот тоже задался вопрос, а сколько вообще обслуживание стоит? Ну, вот это понятно, там, 1350 это дешевое, а сколько дорогое? Вот если взять четырехцилиндровый мотор, самое дорогое обслуживание условно может стоить 6000 рублей. У меня V6, соответственно, для меня самое дорогое обслуживание может быть 8000 рублей. Ну, в среднем, скажем так, по прайсу написано будет так, от 5000. То есть, дешевое это 1500, я округляю в большую сторону, дорогое это 8000 рублей. Самый основной расходный элемент это вот этот фильтр, он на самом деле недорогой. Редуктор, естественно, дороже, но, как правило, он пробегает более 100 тысяч, чаще всего их просто-напросто ремонтируют. Естественно, бывает ситуация, когда они подвергаются замене. Вот в этом случае, как раз таки, обслуживание вам обойдется в 6-8 тысяч рублей. Также из строя может выйти рампа, ее, естественно, не видно, но смотрите, какой момент, она тоже ходит более 150 тысяч. Ремкомплект у нее стоит вообще копейки, а так вот если просто полностью новую поставить, 3-3,5 тысячи. И ОМВЛ-овские рампы, они подвигаются вообще ремонту. Поэтому, с точки зрения содержания и обслуживания, вот технического обслуживания, сами видите, цены невысокие. Возвращаемся к теме установки. Покажи, пожалуйста, что газ у меня стоит, что я оборудование не снял, продолжаю ездить. Когда я поставил газ, многие начали писать о том, что как это муторно, как это долго, как это сложно, как это дорого. Устанавливать газ, получать на него разрешение, что нужно куда-то там бегать, в очередях стоять. Друзья, вот весь пакет документов. И здесь я вам скажу так, больше бумажек, чем цены информации. Давайте будем откровенными. Ну смотрите, с чего все начинается. Вы заходите на сайт СПГО и получаете экспертизу. Экспертизу можно оформить, подав заявку онлайн. Стоимость услуги составляет 2500 рублей. Экспертиза стоит 2650 рублей с учетом доставки. И это нормальная цена. То есть вы, не выходя из дома, все делаете, инструкция там прописана. Дальше. Вам, естественно, нужно будет съездить в ГАИ, чтобы вам дали разрешение на установку. Вот это я переживал больше всего. Думаю, блин, ГАИ, госструктура, сейчас приедешь, начнется. Знаешь, как это произошло? По почте электронной списался с Люберецким ГАИ. Мне сказали, вот в такие-то дни, пожалуйста, приезжайте, приехал. Объяснил, что ребят, так и так. Вышли, все сфотографировали, посмотрели. Я провел там 28 минут. Я засекал 28 минут, все, бумажки с печатями. Я в кадры показывать не буду, просто здесь мои личные данные. Ну вот, все есть. Пожалуйста. После этого мне дали квитанцию 800 рублей госпошлина. Сюда же считаем, да? 2 650 плюс 800 и технический осмотр еще раз нужно будет сделать. 700 рублей. 4 150 рублей. Некоторые пишут о том, что 9 месяцев. Ну 9 месяцев, это скорее всего, знаешь, аксантом. Отправил письмо и сидишь, ждешь, пока тебя вызовут. Когда тебе надо, самому нужно звонить, спрашивать, когда, во сколько, ребят, завтра хочу подъехать. Все решается. Поэтому никаких сложностей, никаких трудностей нет абсолютно. Специально для тех, кому интересно, я оставлю ссылку, где пошагово расписан весь порядок ваших действий. Поверьте мне на слово, когда сам это проходишь, трудностей ноль. Тем временем мы ждем второго человека, с которым можно будет пообщаться по поводу доволен газом, недоволен. Друзья, в инстаграме нашего канала, в описании к некоторым роликам я задавал вопрос, если кто-то из вас ездит на газу недоволен, пожалуйста, пишите. Приглашаем вас сюда, можно будет пообщаться, посмотреть, сделать вам диагностику и выяснить, в чем проблема. Возможно, что-то вам неправильно поставили, расход большой, вонь газа стоит, это ненормально. Это все нужно устранять, нужно разбираться. Сейчас я вообще нахожусь на севере. Это Италгаз. Здесь, как сказали люди, ставил Антон Воротников себе газ. Помните, да, у него была серия про я, когда он делал гелик, и там он себе устанавливал газобаллонное оборудование. Это вот был как раз тот самый сервис. Друзья, всем, кому интересна установка газобаллонного оборудования, сейчас есть отличная возможность сэкономить на установке. Звоните в Италгаз, ссылайтесь на меня, прям так и говорите, я от Машкова, и вы можете оформить рассрочку на 6 месяцев, плюс получить расширенную гарантию на 6 лет всего за 1500 рублей. Для всех остальных это стоит вдвое дороже. 30 ноября, 17.30, мы продолжаем наше наблюдение, приехала новая машинка, Виктор Николаевич нас встречает. Виктор Николаевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот у вас автомобиль 2005 года выпуска, вы купили его в каком году? 5 лет назад. 5 лет назад, и сразу, как выяснилось, вы перевели его на газ? Да, буквально через неделю я поехал и перевел на газ. V6, друзья, 3.3 Toyota. Скажите, пожалуйста, сколько он живет, в прямом смысле слова, на бензине? Ну, на бензине, кажется, 13-15 литров. Ну, скажем, 15 это по городу у нас. Нормальный расход. Это нормальный расход. На газу сколько кушать? На газу, ну, я так 20 где-то. А можно уточнить, вот вы в месяц сколько проезжать не считали? Ну, или хотя бы в год средний пробел? Ну, вот 30, наверное, точно я проезжаю, 35 тысяч. 30-35, но это неплохо уже, уже неплохо. То есть, это примерно 3 тысячи километров в месяц? Да, я так часто езжу. Сколько обошлось вам оборудования, когда вы ставили? Я по тем временам где-то 50 или 55 тысяч отдал. Не считали, за сколько окупилось оно? Я так прикидывал, что оно, наверное, мне за год и окупилось. За год и окупилось. Ну, я так для себя так представил, что если бы на бензине, конечно. А сколько вот вы сейчас уже примерно проехали на газу? На газу, значит, брал было 75 тысяч, по-моему. Сейчас 188. 188. А можете сориентировать, вот вообще в целом, техническое обслуживание, сколько обходится? Вот вы сейчас делаете, сколько вам ценник объявили вообще заняло? Ну, вообще-то тут 700-800 рублей. Это 15 тысяч проезжаешь, ну, это все, ты вот. Ну, это понятно. А какие-то были серьезные, какие-то поломки, что-то, может, меняли, сказали, что-то износилось там? Не, не, такого не было. Вначале, когда меня установили, почему-то, ну, как бы, может, неправильно отрегулировали, она там останавливалась. Я приехал сюда сразу, вот я, почему, на самый ближайший сервис, я начал у них здесь проходить, они меня сразу отрегулировали. Вот приезжаешь, они довольно-таки здорово, они работают, они, я доволен. Негативные отзывы какие-то есть? Можешь сказать, что вам в газу не нравится? Вот вы видите, что напрягает? По газу напрягает одно, значит, если у нас, конечно, все бы на всех станциях хороший газ был, столько всего от газа зависит. Не везде, как говорится, качественный. И он отличается здорово. Ну, то же самое, как с бензином. Тоже можно найти, и мочу, и ослину, и так далее, как это называют. То же самое, да, да. Это и есть ли? Запах может быть какой-то у вас? Не, не, боже упаси, запах. У меня до этого были дизели, а дизели и то, как говорится, запаха нет. А это первый газ в вашей жизни? Первый, да. А когда ставили, не было мысли о том, что вы себе бомбу в багажник поставили? Нет, я, значит, перед тем, как поставить, я долго читал интернет и прочие отзывы, и я понял, что это нормально. Да, конечно, я не видел, чтобы, как бы, чтобы, ну, это уже, я не знаю, это может, какое-то старинное оборудование, да, оно некачественное. А здесь стоит клапана, нас отсекает моментально все. С клапанами, кстати, не было? Никогда у вас проблем, кстати, вы не сказали? Да, не, не, не было. Ну, вот первоначально, когда поставил, еще как бы что-то было, а потом все это прошло, и отключается, включается, она без, даже не чувствуешь. Я вас понял. Ну, хорошо, спасибо большое, надеюсь, у вас все будет и дальше в хорошем состоянии, будете довольны. Конечно же, всех нас с вами волнует вопрос гарантии. А что будет, если вдруг что-то случится? У меня стоит оборудование от OMVL New Dream. Вот он, гарантийный талон. Что мы делаем? Заходим на сайт OMVL и регистрируем талон, где мы забиваем уникальный номер и все наши данные. Отправляем его, после чего к нам на электронную почту приходят инструкции по эксплуатации. В течение двух-трех недель сама компания с вами связывается, проводит опрос, все ли у вас в порядке. В общем, контроль за качеством ведется. Если вдруг, не дай бог, у вас что-то случится, вы приезжаете на сервис, показываете ваш гарантийный талон, люди выясняют. Если это заводской брак, то, естественно, вам это меняют. Тема экономии, тема денег действительно очень важная и серьезная. Я не считаю объективно правильным, если я вам буду рассказывать только про себя. Здесь мы заканчиваем. Про себя я все рассказал. Красавица! Поехали на любую ближайшую заправку, где людей заправляют пропаном. И пообщаемся с ними, послушаем, что скажут они. Мы находимся в Москве, в районе Борисовских прудов. Погнали на заправку. Мы находимся на набережной, возле одной из заправочек, на которой действительно есть народ. Мы сделаем сейчас такую легкую запись. Оператор будет находиться в машине, я пойду пообщаюсь с людьми, послушаю, что они скажут. Если мы выйдем с нашей камерой, ну люди на самом деле дикие до сих пор. Они видят профессиональную условную камеру, они начинают, а зачем, почему лица закрывать, просто капюшоном прятаться. Не надо, не надо меня снимать. Оператор, показывай, где мы. Я пошел общаться. Окно не открывай. Здрасте. Мы фильм снимаем документальный про газ. Не подскажете вообще в целом? Народа много сейчас приезжает на газу заправляться или мало? Конечно. Есть, да, народ? А в основном таксисты приезжают или даже частники тоже уже катаются? Мы частные. Здрасте. Извините, а не подскажете? Мы просто фильм документальный снимаем по поводу газа. Вот это ваша частная машина, не скажете? Нет. Не частная? Но вот вы газу заправляетесь, вы довольны, у вас какие-то претензии есть? Например, может неудобно заправляться или там какие-то вообще нарекания, там чаще заправляться надо есть, заправка там неудобная. Да, нет вроде. В целом все нормально, да? Здрасте, извините, пожалуйста, можно вас спросить? Мы просто ролик делаем про газ. Вот вы можете, как человек на газу, который ездит, сказать вообще в целом, как вам, удобно, нравится вам ездить, не нравится, или вы, например, на бензине бы лучше катались? Вот ваше мнение вообще по поводу газа. Я бы лучше на газе, конечно, катался. Ну вот на частную машину свою поставили в газовое баллонное оборудование? У вас не стоит? Нет. Ну на своей бы, наверное, просто мало ездить, да? То есть вы же в самом работаете? Не обращали внимания, вот сейчас вообще как вот, например, 26 рублей в среднем газ стоит бензин, потихонечку, но начинает расти. Выгодно вам все равно, или вы как бы недовольны, может быть? Проблемы с газом были когда-нибудь, чтобы там воняло в машине сидели? То есть все как бы, катаетесь и все, да? Я прошел, ну удачи вам. На улице грязь, на улице слякает, но я нашел специально для вас местечко, где хоть как-то напоминается зима. Друзья, ну вы сами все видите, пообщались с людьми, то есть таксисты, ну само собой, разумеется, они переходят на газ, можно сказать, первыми. Коммерческий, скажем так, транспорт, где много-много пробега и, соответственно, экономия там на первом месте. Многие частники переходят уже давным-давно на газ, особенно те, кто покупает автомобили на вторичке. Мощные моторы, большой объем, понятное дело, жрет бензина много, но в этом есть один огромный плюс. Первый. Такие автомобили на вторичке, как правило, всегда дешевле. Второй плюс, второе уже сразу, то, что ставишь газ, катаешься и экономишь. Кто из нас не хочет экономить? Поступил хороший вопрос от одного из акционеров нашего канала. А почему заводы производителей автомобилей изначально не выпускают свои автомобили уже с газобаллонным оборудованием? Так я вам скажу, выпускают, уже пошло производство. Многие русские автомобили, там те же самые газели, выходят с газобаллонным оборудованием. В Европе так и вовсе уже, я думаю, многие из вас знают, что дизель стараются убирать, переводить автомобили тоже на газ, потому что для них в первую очередь это экологически выгодно, но и также экономически выгодно. Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-7, ну пусть даже 10 лет автомобили уже в большинстве своем будут на газу. На сегодняшний день ситуация следующая. Вот смотрите, вот мы с вами с ним общаемся, вот представьте, что за столом с вами сидим. Ты спрашиваешь, Дима, ну как тебе на газу? Я тебе перечисляю, говорю, вот плюсы там, денег нормально, ну не так много тратишь, оборудование поставили, всем доволен. И ты говоришь, да, 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 я тебе в конце задаю, будешь на газ переходить? Ты говоришь, нет. Почему? Потому что стереотип у людей сложился, что ну вроде бы все круто, но пока что нет. Но тем не менее, придет время, и вы сами увидите, что газ будет все больше и больше на каждом углу встречаться. И в завершении этой серии хочу сказать следующее. Многие задают вопрос, почему-то мне сколько будет стоить поставить газ на мой автомобиль, а сколько примерно будет содержания, а сколько я сэкономлю. Друзья, я вам сейчас вывожу на экран сайт, на котором вы можете сами выбрать автосервис, где вы можете установить газ точно так же с гарантией. Вы должны понимать одно, что лучше всего выделить ваше время, приехать на вашем автомобиле в любой сервис, куда вам будет удобнее, показать автомобиль, пусть вам сделают диагностику, пусть вам сделают предложение по цене, чтобы вы понимали, что вот ваша машина, вот люди, они все видели вживую, и для вас, например, 30 тысяч рублей, или 40 тысяч, или 50 тысяч рублей. На данный момент мой полет продолжается. Если вам интересно, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, пишите ваше мнение в комментариях, пишите, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Нас много, давайте общаться. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.